Здравствуйте! Давайте сегодня проведем тест-драйв автомобиля Mazda 2 И узнаем плюсы и минусы этого шустрого городского автомобиля Перед тем, как забрать эту малышку на тест-драйв, я отвечу на ваш первый вопрос Что изменилось в обновленной версии этого автомобиля? В обновленной версии автомобиля Mazda 2 изменилось немногое Изменения произошли с передней радиаторной решеткой Теперь она мило улыбается встречным машинам Светотехника сменила свою форму и стала более стремительной А для оптимизации аэродинамических свойств была понижена средняя линия кузова на 40 мм Также разработчики немного понизили боковые зеркала заднего вида для улучшения обзорности Изменения не стали радикальными, потому что после модернизации прошло всего лишь 3 года И эта модель не успела устареть Хэтчбэк не изменил свой стиль Но все-таки линии кузова стали более плавными, а стойки располагаются под большим уклоном Автомобиль отличается малым весом Благодаря использованию специальной стали вес автомобиля 1000 кг А из-за добавок в силовом каркасе автомобиль стал еще на 22 кг легче Говорят, что благодаря этому управляемость стала еще лучше Поскольку этот автомобиль в первую очередь позиционируется как городской Я свой тест-драйв проведу по улицам Кишинева Хорошо, Лена, ты ее потестируй, а я подожду А потом я на ней покатаюсь Для тест-драйва мы выбрали автомобиль Мазда 2 с бензиновым мотором Объемом 1,5 литров с мощностью 102 лошадиные силы в комплектации ТЕ Расход, заявленный производителем, составляет 7,6 литров по городу и 4,7 литров по трассе Ну что, благодаря ее размерам припарковать можно легко и быстро И, кстати, а ну иди сюда В обновленной версии сидения приобрели пару новых настроек Например, можно поднять наверх или опустить вниз То, что считается очень удобным Я за рулем этого автомобиля уже минут 15 И могу сказать, сидения очень удобные И на них можно, сидя на них, можно проехать не одну сотню километров Но, прошу заметить, все-таки автомобиль рассчитан на 4 человека Если вы собираетесь в далекое путешествие, все-таки едьте в четвером максимум Салон остался почти прежним, но стали преобладать комфорт и практичность Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, климат-контролем, кожаным рулем, MP3 и CD-плеером Управлением аудиосистемой с руля, бортовым компьютером, хромированными ручками и автоматической коробкой передач А теперь я вам покажу багажник и попробую разобраться, сколько всего в нем помещается Объем багажника составляет 230 литров А при сложенных задних сидениях он увеличивается до объема 787 литров Что радует в этой модели, это то, что здесь очень хорошая шумоизоляция Сказать, что мотора слышно? Да нет, не слышно Если вы любитель ярких цветов, модель Mazda 2 2011 года представлена в трех очень ярких цветах Это ярко-голубой, ярко-зеленый и бордово-красный Тоже очень интересный цвет Сидя за рулем этого автомобиля, вы ни на секунду не забудете, что это стопроцентный японец Мотор реагирует очень четко на педаль газа Ускорение мне нравится, для города хватит вот так Насчет торможения, опять же, для такого автомобиля Тормозной путь у нее составляет 32 метра и 4 сантиметра со скоростью 100 км в час В принципе, это очень хороший показатель для такого класса Автомобиль очень собран и всякие неровности на дороге Он проезжает, можно сказать, даже проскакивает Так, ну что, настала моя очередь Поехали Первые впечатления, во-первых, посадка, да? При моем росте я достаточно комфортно расположился за рулем этого автомобильчика Это плюс. Сколько там сзади места осталось? Не знаю. Такое ощущение, что немного Мотор полтора литра. В принципе, он неплох для такой машинки Но, по-моему, немножко коробка настроена задумчиво Не сразу чувствуется, как работает коробка Давайте попробуем перевести коробку такую более в спорт режим Что поменяется? Ну да, заметное ощущение, что машина стала более резвее Более энергичнее отвечает на педаль газа Честно сказать, если бы у меня была такая машина, я бы ездил только в режиме спорт Ну, разгонную динамику нельзя назвать потрясающей Ну и мы не ждем ничего от этой машинки с полтора литра, которая должна вам комфортно возить по городу в основном Да? Маленькая, юркая Так как дороги в нашем городе уже потихоньку приобретают нормальный вид Подвеску можно похвалить, даже невзирая на то, что эта машина абсолютно новая Тут должно быть все новое, но яма она проглатывает, не чувствуя пока никакого пробоя Говоря об этой машине, мы постоянно упоминаем, что это машина для города Я согласен, но я не могу согласиться с тем, что это чисто женский автомобиль Я вот, например, себя довольно неплохо чувствую в этом автомобиле На этом автомобиле прекрасно могут ездить и довольно солидные люди Для кого он может быть предназначен? Ну, может быть, для каких-то менеджеров, которые постоянно в разъездах с одного места до другого катаются Где нужно припарковать автомобиль в абсолютно разные места, где есть парковки, где нет парковок Так как он небольшой, это, я думаю, будет удобно Для молодежи, кто только начинает водительский путь, она такая машинка без претензий Но, в принципе, все неплохо, все у нее пока есть Автомобиль Mazda 2 в комплектации TE можно приобрести у официального импортера бренда Mazda в Молдове по цене 12100 евро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА